Победители всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», входящего в федеральную платформу «Россия – страна возможностей», помогают детям, возвращенным из Сирии и Ирака, адаптироваться к мирной жизни. Координаторы проекта «Волонтеры знаний» провели первые занятия с детьми в селе Манаскент Карабудахкенского района. Подробности в сюжете Луизы Раджабовой. Разговор волонтеров и 14-летним Марьям не задался с самого начала. И дело тут не в переходном возрасте. Причины глубже. Ребенку, чьи родители признаны террористами, не просто влиться в семью опекунов и в общество. Биография девочки – словно сценарий из остросюжетного фильма. Переезд родителями в Сирию, бомбежки, аресты и даже тюрьма в Верахском Асуле. Я в слезах старшую застаю, а маме думает, когда приедет, как там, чего-то. Скучает, конечно. За связь с боевиками женщина получила 20 лет тюрьмы в Ираке, где к уголовной ответственности привлекают уже с 9 лет. Марьям светил реальный срок, чтобы вернуть домой ее и сводных сестер. Российские дипломаты несколько месяцев доказывали иракской афемиде непричастность девочек к террористам. Мы с верстниками уже перешли в пятый класс, но ей, конечно, до пятого класса далеко. Ей можно начать с третьего класса. За годы скитаний по Ираку и Сирии у сестер возникли серьезные пробелы в знаниях. Лейлу вывезли из России, когда она пошла во второй класс. В этом году девочка должна быть в пятом. Пробелы восстановить можно, только надо заниматься, конечно, с ними. Тамерлан Буганов – автор и координатор проекта «Волонтеры знаний». Добровольцы помогают детям днических тагистанцев вернуться к мирной жизни. Чтобы работа была полноценной, наверное, необходимы все специалисты, в том числе и психологи, в том числе и социальные работники, чтобы они могли не просто изучать какие-то предметы, они могли их и применять в дальнейшем. Те семьи, которые мы детей возвращаем, я думаю, что они тоже заинтересованы, чтобы их жизнь наконец-то облила какие-то нормальные человеческие краски, чтобы дети выросли счастливыми. Полтора года Малика ничего не знала о судьбе сестры и племянников – ни звонков, ни писем. Все это время семья находилась за решеткой. За пособничество боевикам женщине дали пожизненное. В январе дипломаты вызвалили из тюрьмы Самиру и Абу-Бакра, чуть позже и двухлетнего Зубира. Он родился в Ираке. Родственную связь с бабушкой и опекуном пришлось доказывать с помощью генетической экспертизы. Дети, конечно, были со всякими болячками. До сих пор Абу-Бакра у нас проверяется. У него обнаружили камни. Эти тоже были всякие болячки и на голове, и на теле. Этого еще до сих пор обследуют. Еще недавно дети постоянно просили серый карандаш или черный фломастер. Выводили автоматчиков, танки, разрушенные дома. Теперь белые листы пестрят красками. Волонтеры говорят – это хороший знак.